Вот это вот все, вот это все. Он сидел тут на заборе и вот сюда вот все кидал. Вот это все вмятины отсюда. Такие вмятины на доме Татьяны Ленкиной появились от палок соседа Евгения, который терроризирует улицу вагонный проезд уже более 10 лет. Но в последнее время ситуация усугубилась. Я гуляла со своей собакой, со своим младшим братом Данилом. Евгений начал сдавать назад на своем автомобиле и сказал, что задавит мою собаку и сожрет ее. Вот скажите, на данный момент адекватный человек бы стал себе так вести? Кидал дом помидорами, рассыпал здесь гвозди, саморезы, люди бы протыкали колеса. Камеры также зафиксировали звук стрельбы из пневматики и некие обряды, которые Евгений проводил рядом с чужими участками. Например, сыпал соль. Как он объяснил соседям, ради того, чтобы выгнать из них негатив. Местные утверждают, что мужчина нередко выпивает. Однако агрессивное поведение он обосновывает диагнозом. Как говорят, у него раздвоение личности. Ну тогда почему? Вопрос большой. Почему ему дали разрешение на право проживать, право владеть автомобилей. Ладно, у него права есть на автомобиль. Понимаете? Кто ему дал, терпевт, какой ему дал справку? Местные не раз обращались в правоохранительные органы. Проблема у Евгения не только с соседями, но и со школы, в которую ходит его ребенок. Дочь как-то конфликтует со сверстниками. Ну то есть это нормально, наверное, среди детей. Но приходит отец и начинает чуть ли не физически воздействовать на этих школьников. То есть гонять по школе. Это было и в 80-й школе, и в 64-й школе это было. В 64-й школе родители объявили бойкот, то есть, ну насколько нам известно. И дети просто в школу не вышли. Пообщаться с Евгением, нашей съемочной группе и соседям не удалось. Несмотря на то, что местные утверждают, что он был дома. На это намекает и машина. Жека! Ну не вы. Он слышит? Кого он? Что-то не видел? Но рано или поздно Жека все-таки выйдет. И кто знает, что он выдаст на этот раз. Ни с какой стороны нас никто не защищает. Не защищает наших детей, не защищает нас, проживающих на этой улице и в округе, в школе. Если в таких организациях, простите, остается все безнаказанно, то тогда нам, просто людям, что делать остается. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.